Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами поговорим о таком вот внешнем накопителе для Xbox One и для Xbox Series. Расскажу как работает, протестируем, покажу вам лайфхак с данным накопителем для Xbox Series, чтобы расширить себе память, ну а также попробуем перенести FC клиент на Xbox One S. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и лови промокодик на VKCOMBO, который даст вам бесплатно один месяц данной подписки. Если что, туда входит музыка без ограничений, скидки на различные сервисы и прочие штуки. Если что, ссылочку на активацию я как всегда оставлю в закрепленном комментарии, поэтому забираю пока халяву и давайте начнем. Начнем с того, что у меня появился вот такой вот внешний накопитель, кстати прошу заметить лимитированный внешний накопитель в стилистике Halo от немалоизвестной компании Seagate, кстати им большое спасибо за это. Называется он, кстати, Halo Master Chief Limited Edition. Раньше, как вы все знаете, я не нуждался в расширении памяти, поскольку меня устраивали даже 500 гигабайт на Xbox One, но в последнее время я начал присматривать себе внешний накопитель, поскольку контента стало больше, игры стали весить больше и, если честно, я уже устал скачивать игры по полдня ради одного вечера для стримов. Кстати, если вдруг интересно, то приходите на мой стрим канал и подписывайтесь. В итоге у меня появился такой вот накопитель, есть что на 2 терабайта, есть еще и на 5 терабайт, но я посчитал, что на 5 будет много, поскольку у меня есть терабайтик на Xbox Series, ну и куда мне столько памяти, 2 терабайта мне дополнительно хватает вообще с головой. Вот так вот он выглядит внешне, такая вот маленькая коробочка, 12 на 8 сантиметров примерно, кстати очень легкая и, как понимаю, это ограниченная серия и в будущем такого дизайна найти будет крайне нелегко. Хоть я и не особый фанат Halo, но выглядит он очень симпотно, если тоже нравится, свой слайкусик. В комплекте, если что, идет вот такой небольшой шнур для подключения, чутка брошюрок, сам накопитель и вот такие вот стильные наклейки. Их, кстати, я хотел сначала налепить на свой Xbox, но решил, что одну из этих наклейок, скорее всего, налеплю на стеллаж, больно стильно они выглядят. Кстати, читая комментарии в интернете, я понял, что оказывается многие не знают, что на Xbox Series можно пользоваться не только SSD-шником, но еще вот таким вот внешним накопителем. Просто была такая байка, что для Xbox Series подходит только SSD-шник, но это не так, если что, такой внешний накопитель он также подходит. Просто у вас будут некие ограничения, единственное, что вы не сможете сделать при помощи данного внешнего накопителя, так это напрямую запустить с него игры, которые оптимизированы под новые консоли, а именно под Xbox Series S и под Xbox Series X. Плюс пропадет функция Quick Resume на игры, которые будут установлены здесь и все, а в остальном функционал тот же самый. Короче, подключаем, делаем маленькую настройку, если что, Xbox попросит вас его отформатировать для того, чтобы можно было скачивать туда игры. И в принципе все, можете переносить на него игры, то есть настройка очень легкая. Если что, перенести игры очень легко, выбираете игру, заходите в этот раздел и просто нажимаете переместить. Так скажем, таким образом вы перекидываете игру с памяти консоли на внешний накопитель. Если что, можно скачивать и напрямую сразу на внешний. И тут тот самый лайфхак. Много кто критикует Xbox Series S за маленькую память, если что, там всего лишь 500 гигабайт, и типа все задаются вопросом, а что делать с такой маленькой памятью? А ничего не делать, поскольку внешний накопитель даже не SSD, это выход из ситуации. К примеру, сами знаете, что колда весит много, знаете, что она оптимизирована, и многие думают, что жесткий диск для этого не подойдет именно для Xbox Series S. А вот как раз таки подойдет. Да, речи о том, чтобы запустить данную игру с накопителя не идет, но вот чтобы ее хранить и не скачивать заново, здесь все нормально. Просто, как вы можете заметить, вам сразу вынесет предупреждение о том, что данная игра не запустится, и все. Кстати, об этой теме я считаю, что было бы прикольно, если бы Xbox разрешал скачивать игры без улучшений. Да, я прекрасно понимаю, что может быть это звучит и бредово, но я бы, например, в некоторых играх пожертвовал бы скоростью загрузок взамен на расширение памяти. И вот, в принципе, наглядный пример, у вас не хватает памяти, хотите, к примеру, загрузить что-то еще, просто кидайте что-нибудь на внешний жесткий диск, скачивайте, и если вам понадобилось запустить игру, которая запускается только с SSD-шника, просто перекидывайте ее обратно на консоль. Я лично протестировал данный способ, и это занимает намного меньше времени, если сравнивать с закачкой игр по интернету. И тут даже, когда вы перекидываете игру с внешнего на консоль, занимает в половину меньше времени. Вот, к примеру, Battlefront, который весит около 100 гигабайт, он передается на внешний буквально за 15 минут, а вот обратно, а именно с внешнего жесткого диска на SSD, он передается минут за 10. Игры, которые весят около 50 гигабайт, передаются около 10 минут на внешний, и, соответственно, когда идет перенос на SSD, это занимает меньшее количество времени. Быстро, удобно и вообще, считаю, нет проблем. Забавно еще получилось с игрой Division 2. Все вы прекрасно слышали, что она получила оптимизацию, Jedi тоже, эти игры у меня обновились, но прикол в том, что значок оптимизации они не получили, и они спокойно могут запускаться прямо с внешнего жесткого диска и, по сути, работать с улучшениями. К примеру, та же дивизия идет в 4К и 60 FPS. И после этого я понял, что это не версия под Next Gen, хотя улучшения там имеются. Короче, если в игре есть улучшения, но значка оптимизирована под Xbox Series нет, то она без проблем запустится с внешнего жесткого диска. Кстати, еще данная тема интересна тем, что вы можете накачать сюда игр, прийти к другу, у которого есть либо Xbox One, либо Xbox Series, подключить и начать играть во все скачанные сюда игры. Единственное, вас попросят зайти на его консоли в ваш аккаунт, для того, чтобы подтвердить, что ваши игры все куплены. Помимо переноса игр, есть еще функция копирования. И теперь я вам расскажу про FC-клиент. Если кто-то не знает, то это приложение, с помощью которого можно смотреть фильмы, но его удалили со стора. Все вы прекрасно помните, что я из-за своей тупости удалил FC-клиент с консоли брата. И найти нашу вторую консоль, на которой есть FC-клиент. Смотрим, 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 потому что приложение он тоже показывает, и их тоже можно скопировать. Опа, на, не понял. И у меня был в теории способ, при помощи которого, при помощи вот такого внешнего жесткого диска, это приложение можно перенести на другой Xbox. Вы можете не поверить, но это сработало. Если что, это Xbox One S, и здесь нету такого приложения. Подключаю внешний жесткий диск, как видите, оно появляется, и оно работает. То есть, у кого осталось это приложение, можете, в принципе, поделиться с ним с другом, опять же, при помощи внешнего накопителя. Кстати, единственная странность, с которой столкнулся. Дело в том, что данное приложение с Xbox One Fat перестало работать где-то 2 месяца назад. Но после того, как я перекачал его на жесткий диск, на Xbox One S оно заработало, а на Xbox One она все еще не работает, вот как-то так. Что касаемо переноса данного приложения на Xbox Series, то, увы, он его просто не видит, поэтому даже не пытайтесь. Кстати, если вдруг кто-то хотел себе установить и все клиент, это можно сделать, но это делается, по-моему, через режим разработчика. Если кто-то хочет заморочиться, заморачивайтесь, но я не стал, поскольку я не очень люблю такие костыли. Если что, на данном внешнем накопителе можно хранить и медиафайл, но для этого нужно его, так скажем, обратно откатить. Поскольку, к сожалению, нельзя его просто так отформатировать для того, чтобы хранить там видео, картинки и так далее. Если что, данный способ об этой обкатке будет на канале Виджила, поэтому подписывайтесь, и он обязательно вам об этом расскажет в скором времени. Если что, пользуюсь я таким внешним накопителем около недели, каких-то косяков подводных камней я не заметил. Все удобно, а самое главное, теперь есть место, где хранить игры. Признаться, сейчас стало ну столько места, что я даже и не знаю, что скачивать. Если делать какой-то итог, то внешний накопитель я советовал бы тем, у кого плохой интернет и кто не любит скачать по 300 раз игры. Советовал бы тем, кто живет не один и у кого тоже кто-то в семье играет, поскольку у нас с братом раньше было много дележки по поводу игр. Нам не хватало 500 гигабайт на двоих, и нам приходилось все время что-то удалять и чем-то жертвовать. В итоге, сейчас проблем нет. Ну и очень советовал бы внешний накопитель обладателям консолей Xbox Series S, поскольку там 500 гигабайт, и многим это не хватает. Ну а при помощи внешнего жесткого диска, таких проблем у вас не будет. На этом, в принципе, все. Если видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение. Если что, спрашивай что-то в комментариях. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.